То, что происходит обсуждение именно с профессиональным сообществом, с экспертами, обсуждение положения программы, проекта программы, это очень важно, потому что за стратегическими какими-то направлениями можно где-то упустить какие-то детали, и их могут подсказать именно эксперты. Второй момент. Очень много направлений по каждому сектору экономики, который отражен в проекте программы. Мы понимаем, что чтобы сделать эти изменения, произвести, необходимо обратить внимание на квалификацию персонала. И это не только инженерно-технический персонал, это не только управленцы с высшим образованием, но это и те, кто реально будут внедрять эти инновации. Будь то энергоэффективное строительство, будь то индустрия 4.0 в промышленном секторе, электромобиле и так далее. Заложен показатель на 1,3%, на 30% увеличить производительность труда. Но опять же, производительность это что? Это квалификация. Это способность более короткие временные промежутки качественно выполнять работу. Значит, на мой взгляд, необходимо уделить внимание, конечно, механизмам переобучения и повышения квалификации работающих на предприятиях. Не только акцент делать на тех, кто уже стал в статус безработного и решать проблему с занятостью безработных. Этот механизм отлажен. Но повышать уровень квалификации людей работающих, это позволит достичь тех показателей, которые сегодня запланированы. Со стороны образования сопровождать этот процесс мы готовы, потому что государство много выправы сделало на протяжении последних пяти лет. Около 50 ресурсных центров равномерно по всей республике распределены, где сконцентрированы самые передовые технологии для всех секторов экономики. И педагоги, мастера потенциально готовы обучать не только молодежь, но и работать со взрослым населением. Приведу пример по работе службы занятости. Сегодня этот механизм отработан. Это целевая программа занятость, которая финансирует на переобучение безработных. Что же касается работающих, то на сегодняшний день это оплата либо предприятиям, которые заинтересованы повысить квалификацию или переобучить, либо физическое лицо. И такая схема сегодня работает. Но в рамках реализации положений программы на очередные пять лет, безусловно, со стороны государства механизм этот нужен. Его нужно разработать и внедрить. Иначе темпы роста мы, на мой взгляд, не сможем так динамично достигать, если мы не уделим этому внимания со стороны государства финансирования. Продолжение следует...